А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 27 августа, день Михея. Память святого пророка Михея жил во дне святого пророка Ильи. В это время потомки двенадцати сынов Иакова разделились на два царства. Одно называлось царством иудейским. В составе уходили колено Иудова и Вениаминова, а столице был Иерусалим. Другое называлось Израилевым и включало в себе остальные десять колен еврейского народа. А столице была Самария. Михей обличал правителей и предсказывал поражение объединенного израильского войска. Сегодня завершается Успенский пост. Наступает пора мясоеда. Периода, когда по церковному уставу разрешена мясная пища. Обычно это время после какого-либо поста. С сегодняшнего дня начинали играть свадьбы, ведь Успенский пост завершен. А Михеев день – последняя возможность юноши в этом году посвататься к понравившейся девушке. Сегодня давали дань благодарности каменщикам. Считали, что Михей покровительствует желающим приобрести жилище. В этот день обычно дули ветры, поэтому и прозвище дали ему Михея Тиховея. Наблюдали за ветром и предсказывали погоду на ближайшие дни. Приметы. На Михея Тиховея дуют ветры, Тиховей – к сухой осени. На Михея – буря, к ненастному сентябрю. Журавли сегодня улетают в теплые края. В середине октября месяца могут ударить морозы. Если журавли не собираются в теплые края, зима наступит не слишком скоро. Можно пробовать? Ну-ка, попробуйте. А я бы сметанкой, нет? Сметанкой? Или нельзя? Сейчас. Мне кажется, что вот прямо она сюда так традиционно бросится. Так, вот она, сметанка подошла. Ну, в плане питательности, это, мне кажется, достичный компонент животных. Можно, я не возражаю. Ну, при здоровом пищеварении, конечно, безусловно. Топненькие. Вкусно. Насчет привычек. Сначала, как вам котлетка? Вы знаете, возможно, мои пожелания не совсем здоровые, но для удовольствия я бы все-таки посолил еще. Посолил, а если мы немножечко меда добавим? Я бы соевого соуса добавил. Соевого соуса. А давайте попробуем. Ну, мне кажется, что он решит эти проблемы сразу. Меда можно. Добавим немножечко меда. Давайте попробуем. Двинуться в другую сторону. Мед со сметаной. Можно мед со сметаной? Ну, можно мед со сметаной. Вы знаете, я очень люблю самые любимые блины с медом и со сметаной. Правда. Ну, как сейчас? Посто вкусно, но это уже к чаю. Это уже к чаю. Даже чеснок не мешает. Есть чеснок, да? Есть чеснок. В Прибалтике кушают варенье из чеснока. Там это традиционное блюдо. Варенье из чеснока добавляют во многие блюда. По поводу привычек, я скажу. Давайте. Получается, что привычки размещены в разных портах. И поэтому изменить их вот так сознательно, типа я хочу и я меняю, достаточно труднительно, потому что между коммуникацией между ними нет. Здесь есть одно интересное наблюдение, которое сильно противоречит тому, что нам обычно рассказывают. Вот в чем оно стоит. Обычно, особенно это любят рассказывать во всяких глянцевых книжках, которые продают в отделах бизнес-книжек, типа Дейла Карнеги. Садайся целью, Дейла Карнеги в одну точку. Да-да-да, вот это я. И добьешься. Наука психологии довольно молодая, но ей лет 150. И поэтому в ней не очень много таких общепризнанных каких-то вещей. Ограниченное количество. Вкусно? Очень вкусно. Но есть некоторое количество все-таки признанных. Одна из таких совершенно признанных вещей – это теория мотивации Еркса. Она была предложена еще в 1907 году в книге «Танцующая мышь». Так называемая кривая мотивация. Для того, чтобы чего-то добиться, нужна оптимальная мотивация. Не маленькая, не большая. Не маленькая, не большая, а средняя. Если она недостаточная, то результата будет мало. Если она избыточная, то результата тоже будет мало. Соответственно, для того, чтобы что-то изменить, что-то добиться, надо перестать этого хотеть прямо вот сумасшедше. Надо свое желание как-то умерить, перевести в какую-то плоскость разумного объема желания. И это поможет изменить что бы то ни было. Когда человек безумно что-нибудь хочет, безумно, очень к чему-нибудь стремится, это мешает ему добиться этой самой цели, как непарадоксальной. Причем это, повторяю, фундаментальный закон работы психики. Вот. Очень хотят, Лидка, можно? Можно. Кушайте. Так вот, вот этот рецепт наших котлеток, вы видели, очень прост. Надо перемолоть проросшую пшеницу как можно на более мелкой ситочке. Она тогда сама клеится, как вы видели. Я ничего туда не добавлял ни муки, ни яйца. Вот. Немножечко для вкуса я добавил чесночка. Но можно его и не добавлять. Можно потом с чесночком там сверху потереть. Вот. Далее. Я поджарю, просто она просто, вот смотрите, у нас подрумянивается. Подрумянивается и все. В середине... Хрустящая. Да, хрустящая в середине, она сырая, теплая. То есть в середине все ферменты, все витамины группы В сохранены. И вот, когда мы поедаем их, получается вкусно, полезно. И очень хорошо действует, если что-то у нас ушиблено и особенно уполомано. Вот эти вот витальные факторы, которые идут там в рост зерна, они способствуют быстрому заживлению, сращению различных переломов. И очень сытно, я бы сказал. Так вот, наше блюдо, которое мы сделали, котлетки из правовышей пшенистки, может есть фактически любой человек. Взрослый, ребенок. Для ребенка, значит, метка добавьте. Великолепно пойдет. Для взрослого чесночка сметанки, чтобы было там вкуснее, сытнее. Но не сами по себе, они немножечко уже сладенькие становятся. Вот, прекрасно сращиваются кости, прекрасно возрастает потенция у мужчин и женщин. Прекрасно вообще, общее идет укрепление организма. И, естественно, работает кишечник великолепно. Поэтому, особенно вот в это время года, это блюдо является наилучшим для того, чтобы сохранить все жизненные силы. А спасибо мне. Спасибо большое за участие в передаче. Спасибо, Геннадий Петрович. Вкусненько, да? Понравилось. Ну, пока отмерзывайте, попробуйте вы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok